В горизонтали ровняем бревна камнями. Каменные россыпи быстро прогреваются солнцем и начинают топить снег. Вода ручьями идет глубоко под курумами на глубине до полутора метров. Часто мы слышим звук журчащей воды под камнями, но до воды не добраться. Однако воду все-таки можно найти. Если идти по звуку воды вниз или вверх, рано или поздно в камнях можно найти распадок, где ручей открыт. Пусть и совсем немного, но этого хватит, чтобы утолить жажду и освежиться. На дно будущего очага выкладываем 5 рядов мелкого плоского камня. Это сделает своеобразную тепловую подушку. Жара от печи будет больше, да и огонь с углями не сможет попасть на грунт под очагом. Длинный камень пойдет на временную плиту. Про ее устройство мы уже рассказывали в одном из наших видео. Укрепляем очаг мелочевкой. В такой печи при наличии большого количества углей будет достаточно жара, чтобы выпекать хлеб, пироги, готовить в глиняных горшочках картошку с мясом. Не, ну тирады будут, если вы вопросы нормальные задавать будете. Мне никто не мешает запаузить видео и ответить на вопрос, но вопросов-то нету. Это все вы обязательно увидите в следующих эпизодах. Сучкуем бревна под кровать от и до, чтобы оптимально и максимально плотно их сложить в кровати. Сегодня на ночевку пойдет 3 бревна, но в будущем расширим кровати до 4. Лучше и ловой кровати может быть пожарной. Теодор Качинский 100 рублей. Не могу не продлить сие видео. Вот так, вот так. Жалует только сосновая. Ведь именно в сосне меньше сучков и подготовка бревна или жерди под кровать занимает гораздо меньше времени. Сегодня теплый вечер и складывается впечатление, что комары со всей горы слетаются, чтобы отведать лесных. Торопимся зажечь огонь и окурить пространство вокруг дымом. На сухих еловых ветках много уснеи. Из этого мягкого лишайника получаются такие же мягкие подушки, на которых крайне удобно спать. А при горении дыма туснеи имеет какой-то сладковатый, приятный аромат. Дым моментально наполняет пространство, и атака комаров быстро прекращается. Атака комаров тоже под саботон, да? Срилы, ну вы попробуйте, знаете, войти в приятные воспоминания. То есть класс родной речи, блядь, в школе, когда вы Пришвина и Паустовского проходили, блядь, там. Кладовое солнце, вот это вот всё. Лес Бианки. Ну в смысле Бианки, лес. Хорошо. Затрещал костёр и можно расслабиться. Эти места сулят нам много интересных встреч и удивительных находок. В двух километрах от нашего дома бежит небольшая речка. Рядом идёт медвежья тропа. Отправиться туда и попробовать половить рыбу, поставить фотоловушку на тропе. Попробовать найти сброшенные лоси мрака, ведь их в этих местах особенно много. Это лишь малая часть наших планов. На ужин сегодня мы закоптим форель. Этот рецепт горячего копчения рыбы один из самых простых. Рыба не вспарывается по брюху, а режется по хребту. При копчении от этого сочная брюшка получается особенно вкусным. Как там тот армянин говорил, не от души душевно в душу, а от души с любовью, брат, по-моему, там был, если я не ошибаюсь. Мне не иронично, очень нравится видос умиротворяет. Так это отличный канал. Я вот, я подписан, если что. Сейчас лайки ещё въеблю сюда. Здесь 11 миллионов с половиной и заслужено. Потому что люди, блять, такое говно смотрят, вот от такого кала, блять, нахуй, дичайшие миллионы на ютубе, что это прям реально как глоток свежего воздуха, блять. Нагретые за день камни позволяют разделывать рыбу, сидя прямо на стене. Разделка по хребтине позволяет быстро... Паустовский, так паустовски интересно, он же про гражданку писал.